Девушки отдыхают Верность Твоя так велика всегда Меня удивляет, но в любовь Твоя Тебя ожидаю Бог Господь, мы поклоняемся Тебе Господь, мы поклоняемся Тебе Мы поклоняемся Тебе, Иисус Твое имя сладкое, Господь Мы превозносим Тебя Мы воздаем Тебе славу на этом месте Ты царь царей Ты Бог Богов Мы славим Тебя Мы превозносим Тебя Наполняй Наполняй сегодня Наполняй, Господь, пожалуйста Наши сердца Своей любовью Своей силой Своей благодатью Исполни нас сегодня Духом Твоим Потому что только в Духе Твоем Мы можем воздать Тебе славу Наполни наши сердца Это небесная радость Наполни сегодня своим светом Наполни нас Своей любовью Наполни нас Своей силой Господь, помоги нам оторваться сегодня от земли Помоги нам увидеть Отца Творящего Увидеть и понять Твою волю благоугодную и совершенную Для каждого из нас Чтобы скорректировать свои планы согласно Твоей воле Помоги нам соединиться с Тобой Потому что только в Тебе Только в Тебе наша жизнь Только в Тебе наше искупление Только Ты забрал все наши грехи Все наши проклятия Весь наш позор И заплатил Своей кровью И мы сегодня смотрим на это искупление Там на Голгофском кресте Ты сказал, свершилось Это значит, что все древнее прошло И все новое приходит с небес Просто открой свое сердце с Богу Поговори сейчас с Ним и прими сейчас Все новое с небес Скажи, Отец, я принимаю все новое Что есть у Тебя для меня Я готов оставить все старое Все, что меня еще сдерживает Двигаться стремительно за Тобой Посвятить всю свою жизнь Тебе Посвятить все свои финансы Своё здоровье Своё имущество Всю свою семью Детей и внуков Господь, я хочу отпустить это Потому что я верю Что у Тебя есть нечто лучшее для меня Это искуплено кровью Это заплачено кровью Иисуса Христа Это лучшее, что может быть для меня И я не могу уже жить для себя Потому что я не принадлежу себе Ты купил меня Я Твой Скажи Богу, я Твой Поговори сейчас с Ним Сделай еще один шаг к Нему навстречу Хотя бы пол шага Скажи, Господь Я хочу тебе открыть еще что-то Поговори сейчас с Ним Потому что ты боялся доверия Какие-то страхи у тебя были Я чувствую в Духе Очень много страхов в сердцах Какие-то переживания Какие-то заботы Поговори сейчас об этом с Богом Потому что слово же говорит Где Дух Господень Там свобода Нам нужна Твоя свобода, Иисус Мы хотим двигаться в Твоем Духе И нам нужна Твоя свобода И я сегодня провозглашаю Твое слово Которое говорит, что Твоя любовь Изгоняет всякий страх Мы молимся Пусть он уйдет во имя Иисус Пусть придет Твой свет, Твоя любовь И Твоя жизнь И действительно, как река Потечет сегодня Твоя новая жизнь В судьбу каждого человека В каждую семью На каждое рабочее место Пусть Твоя жизнь Пусть Твоя жизнь потечет Во имя Иисус Издвинь все преграды Все нагромождения Которые мы совершили на дороге Пусть это все уйдет Пусть все новое приходит с небес Во имя Иисуса Христа Давайте всю славу дадим ему Господь спасибо тебе Что у тебя есть новое для нас Что у тебя есть лучшее для нас Что ты заплатил полную цену Чтобы мы сегодня вступили в нас Слава тебе Иисус Во имя Иисуса Иисус И весь народ сказал Поздоровайся с моим соседом Если забыл Скажи сегодня очень хороший день Спасибо вам большое группа Благословение Благословение такое Аллилуйя Очень люблю город Сочи Хотя однажды я пострадал в этом городе Мы приехали 22 года назад Делать евангелизацию Поселок Лазаревский У меня тогда была тоже хорошая машина Мерседес, но без кондиционера И было жарко И мы полезли сразу в воду И об мою голову поломался В водный мотоцикл Да, меня привезли в больницу Не хотели даже в больницу И сразу отправляли почему-то в морг Но я живой, слава Богу У меня куски от этого водного мотоцикла До сих пор я храню И так интересно получилось Он когда ударился об мою голову И череп открылся у меня И он увидел меня И упал в обморок Мотоциклист Ему 18 лет всего было И мне плохо У меня очень плохо было И вместо того, чтобы мне помогать пришлось Мне его еще на плечо положили Вынести на берег Там его в чувства начали переводить И поехал в больницу И Господь подарил мне жизнь И я живу И вы знаете У меня есть хорошая новость В этот раз мы без происшествий Слава Богу Здесь отдыхаем Все хорошо И я верю, что у Бога что-то есть для нас очень хорошее Мне очень нравится город Сочи И я благодарю за привилегию Что пастор Пригласил меня с моей женой Здесь проповедовать слово Божие Это большая привилегия для меня И если что-то я буду говорить Не то, что учит пастор Пожалуйста, забудьте Потому что я верю, что В каждом городе Бог дает помазание Пастору для того, чтобы вести церковь И это очень важно Быть послушным своему пастору И двигаться в одном видении Потому что единомыслие Это очень важная ценность Которая должна быть в церкви Аминь или нет? Аминь или нет? И второе Я хотел бы сказать Что очень важно Сделать выводы Не на основе На то, что вам понравится Что я скажу Или скорее всего Кое-что не понравится Но я все равно уеду Поэтому я скажу все Что я хочу сказать Но вы проверьте по Слову Божьему Если Слово Божье тоже так говорит То я советую вам прислушаться Если Слово Божье говорит иначе То лучше не надо Я включу секундомер Буду проповедовать Ровно 45 минут А, и мне сказали Передать привет всем Кто смотрит по интернету Вера 24, да Будьте благословенны Пусть семена сеются Пусть вера растет И пусть Господь поможет Я помню, когда В начале христианства Один я был на собрании Еще не такой верующий был И один брат приехал Тогда не было Таких церквей Я в 92 году покаялся И приехал какой-то брат И он проповедовал очень долго Уже наверное часа 3 Или может быть 4 Не помню И у нас в основном взрослые Были все люди И он говорит Ну я напоследок Прочитаю 118 Псалом И один дедушка просыпается И говорит Увесь И он понял Что надо заканчивать Поэтому у меня еще одна Хорошая новость есть Я не буду сегодня Долго проповедовать Постараюсь 45 минут Закончить все Своё послание И конечно Я ничего нового Вас не научу За 45 минут Это невозможно Какую-то проповедь Такую Как сейчас модно Христианский говорит Такие слова Крутой Я вообще таких Если честно не понимаю Для меня это непонятно И слова Вот это все Очень непонятно Я сейчас Немножко расскажу Но я молюсь Чтобы Дух Святой Принес вам Слово Божье Потому что если Слово Божье Касается человека Он не может остаться Прежним Потому что В начале было Слово Все начинается От Слова И когда Слово приходит Знаете мы должны Преобразиться Одного может быть Одно Слово коснется Другого-другого Третье-третье Но оно должно Коснуться нас Слово Божье Поэтому молюсь Чтобы Слово Божье Прозвучало Может проповедь Но Слово Божье Чтобы и прозвучало Тема моей проповеди Это победа во Христе Почему я хочу об этом сказать Потому что Я немножко расскажу о себе Мне вот уже Пятидесятый год идет Слава Богу Я с женой с одной живу Двадцать девятый год у нас идет У меня есть четверо детей Трое внуков И вот сейчас старший сын Тоже женится Двадцать восьмого И у нас наверное Будет больше внуков Если Бог даст И знаете Я не был наркоманом Вы меня извините конечно Я не был алкоголиком Я не употреблял ничего У меня была другая зависимость Я был зависим Я занимался каратэ Необычно Я как бы очень посвящен этим был И у меня такая одержимость была Я три тренировки в день Тренировался Не ел мясо, яйца, рыбу Очень был посвящен Это для меня вообще цель моей жизни была вообще Я видел и мечтал Что когда-то все это у меня получится И когда Я не был Я был Россией У меня появилась перспектива Я понял что в параде официально Уже не упорят Нес gritал И тут меня нашел Иисус И Вы знаете Я в глазах людей Вот как раз я такой и был Наверное У меня все было хорошо. Я занимался музыкально, очень красиво, слушал музыканты, взятые литвины. У меня уже в 25-м году были все формы снимал новые записи, первые копии. Я очень предприниматель с детства. Я увидел ребята, когда слушают пластинки, сказал, я нашел виниловую пластинку у моряков и сделал им копии. И у меня осталась пластинка в обороте. И вот так дальше, и дальше, и дальше. И у меня очень большая коллекция появилась хороших виниловых пластинок, которые привозили за границей. И я хорошо зарабатывал. Я купил себе в 16 лет видеомагнитофон. Их три в городе всего было. У меня мама зарабатывала 120 рублей в месяц. Я на ночь давал видеомагнитофон, получал 150-120. Вы понимаете, я мог себе купить автомобиль, все что угодно. Но это мне было неинтересно. Я занимался каратэ, я был очень посвящен. Это мне увлекало. Еще занимался рыбками. Это тоже мне нравилось, потому что там в каратэ надо себя выражать как-то. Это еще раз повторюсь, не спорт, а искусство. Это разные вещи. И рыбки разводились. И у меня их покупали прямо с дома. Я даже не успевал, потому что покупал дорогих, красивых. И денег всегда было много. И мне всегда задавался вопрос, в чем же смысл жизни. Потому что большинство моих друзей, у нас очень огромный двор был, больше 60 человек, очень дружный такой, потому что папа у меня работал сварщиком. Они ездили по всей стране. И пацаны были без отцов, в основном отцы были все в командировках. И мы чем только не занимались, даже не буду про это рассказывать. Одно скажу, что из 60 где-то человек нас осталось трое с этого двора в живых сейчас. Потому что алкоголь, наркотики, ну все погибли. И они меня тоже провоцируют всегда. Андрей, ты не хочешь попробовать? Ты не хочешь попробовать? Ну я, ну наверное хорошо попробовать. Но у меня была другая цель. И я к ней стремился. И вы знаете, однажды я проснулся и пришел тоже к товарищу своему. Я начал очень сильно задумываться, потому что многие мои ученики, одни пошли в структуры охранять, другие пошли в структуры забирать. И вот на два лагеря. И мне время от времени приходилось сталкиваться и с одними, и с другими. И мне было очень непонятно, почему я не ем мясо, яйца, рыбу, там медитирую. Я уходил в горы, там по трое суток постился, там молился, там очищал карму свою. И вот таких вот я учеников выращиваю, а некоторые даже убили людей. И мне было страшно, думаю, что-то я не понимаю. И я очень много литературы читал. Я даже в храм сознания Кришны ездил в Москву, в буддийские храмы посещал, в православные ездил, посещал святые места и так далее. И я искал, но я не мог понять, чего мне не хватает. И вы знаете, я потом решил взять пост и пришел к другу, у него тоже была школа карате. И он говорит, знаешь, вот я оторвал календарь сегодня, отрывной, знаете, календарики такие были. И вот сегодня праздник, встретение Господня. И говорит, ты через Христа медитировал? Я говорю, не, ни разу. И я думаю, надо попробовать. Он говорит, давай попробуем, ну давай. И как раз у меня было время, до следующей тренировки я пришел, мы снимали дом, большой дом мы снимали, с женой я уже жил, и мы были в браке где-то год, наверное. Я сел в сад, пробовал медитировать, у меня ничего не вышло, вообще ничего не получилось. Я так расстроился. И потом, я когда лег спать, я слышу голос, и вот через это место, где у меня отмечено, как бы я сам вышел, и смотрю, Иисус стоит. Иисус мне спрашивает, ты готов? Ну, я начал перечислять, какой я молодец, там, добрые дела делаю, там, не пью, не курю, все такое. Ну, думаю, ну, наверное, готов. Но он не говорит слова мне, а вот я слышу, вот, то, что, посыл, который идет ко мне. Он говорит, ну, дай знак, когда будет достаточно. А какой знак, я не спросил. И он протянул руку, и такая благодать на меня сошла, я упал, и меня вверх как понесло. И знаете, чем выше, тем лучше, и лучше. Мне кажется, уже лучше некуда, а оно еще лучше. А потом в один момент непрекрасный, как будто бизнес закончился, я начал падать вниз. И чем я ниже падал, тем становилось и больнее, и страшнее. Страх такой вместо радости, и боль. Не то, что там ухо болит или нога, а все тело болит, в каждой клеточке болит. И я начал вспоминать, что надо какой-то знак дать. А какой знак, я не спросил. Я начал кричать, Иисус, спаси меня, и проснулся. Проснулся, понял, что я доигрался, что я иду вообще не туда. Я собрал все свои книжки, все свои талмуды, унес в баню, сложил туда. И я понял очень важную вещь, что Иисус определяет, кому на небо, а кому вниз. И я понял, что я как бы верил почти во всех богов, кроме Иисуса Христа. Потому что для меня вот христианство, у меня очень много тренировалось мусульман, чеченцы, дагестанцы. Они в основном борцы там были, приходили, любили вообще единоборство. И они даже ближе ко мне были, чем христиане. Потому что даже женщина, которую мы снимали дома, она была православной христианкой. И каждый день был какой-то праздник. Каждый день она выпивала. И каждый день она меня ругала. Вот ты не православный. Вот надо выпить сегодня такой праздник. Я говорю, тетя Анечка, вы же так сопьетесь с этой верой, вам веру менять надо. И меня все время интересал один вопрос. Почему вы еще и на кладбище пьете? Ладно, пейте дома. Но еще на кладбище ходить пить, как-то вообще мне не вмещалось. И внятно мне никто не мог объяснить. Поэтому для меня вот христианство, это было что-то вообще такое, темно-темное что-то такое вообще. И я взял пост, трое судак, не ел, не пил. И молился Богу, говорю, Господь, ну покажи, куда, чего. И вот тут я много где был, я пропущу это. И попадается у меня наркоман. Он был у нас в школе, потом мы его поймали, но там клей нюхал, выгнали. И он начинает рассказывать, братья, сестры, там верю в Бога. Я думаю, опять нанюхался, наверное, чего-нибудь. Но у меня настроение такое хорошее, как бы еще Бог. Говорю, ладно, приходи, мы тебе еще попробуем позаниматься. А он этим культуризмом занимался. У меня пацаны худые, набили его. Он пришел, говорит, что я такой большой, а твои пацаны набили меня, ну возьмите меня в школу, короче. И мы его взяли, а потом узнали, что наркоман, ну и пришлось выиграть. И мы опять взяли его, и он опять мне попадается, я опять беру второй раз, трое суток после, не ем, ничего, не пью. И он мне опять попадается, улыбается такой, ну пошли. Я думаю, я же Бога просил, ну как бы, ну что-то в этом есть. То есть пришел, ну а там верующие-то гуманитарку привезли из Германии, там мясо жарят. Ну короче, жесть, я там всех их разнес, там в пух и прах, что Христос там не для этого страдал. Там Мерседес какой-то пригнали, там у меня дед воевал, один погиб. Короче, они говорят ему, больше его не приводи, пожалуйста. Не надо его больше приводить. Но мне понравилось, что там старший у них всегда цитировал Библию. А так как я людям не доверял, я всегда проверял, и правда там было так написано. Поэтому вы тоже всегда проверяете. И я уходя ему говорю, слушай, ну у тебя, наверное, есть шанс, ну не попасть в ад, раз ты хорошую книгу читаешь. Но вы очень материальный, сильно материальный, поэтому, ну, про Бога лучше никому больше не рассказывай. А вот Библию читай. Такое отдал наставление, ушел. И вы знаете, вот третий раз я опять был в посте, и за него, может быть, кто-то нет, через него очень сильно дары действовали. И мы когда приехали, он помолился, дождь прекратился, и на меня сошел Святой Дух. Еще пришел один человек, его жена посещала церковь, Станицы Тбилийска. Он пришел с оружием стабильным, он был милиционер, хотел распугать всех, чтобы жену в покое оставили. И мы пришли в себя с ним тогда, когда мы водное крещение принимаем. И он вместе с пистолетом, и мы духом молимся. А так как я не ругался матом и не контролировал язык, я подумал, что что-то, ну, со мной, я прям закрывал руками. И, в общем, вот такое вот у меня произошло вхождение в христианство. Да, поэтому не планировал вообще, если честно. И я как раз об этом хотел сказать сегодня, успеть сказать, что наши желания, они не всегда совпадают с желаниями Бога. И, вы знаете, я когда покаялся, если вы читали книгу Левит, я хотел вам прочитать одно единственное место. У меня есть серия проповедей по книге Левит, их 12 проповедей, я сейчас все не смогу сказать. Я просто одно место прочитаю. Почему вот христиане, они не всегда побеждают во Христе. Я, почему назвал так свою пробу и победа во Христе, занимаясь эскетизмом, я не ел мясо, яйца, рыбу, изморял себе постами, но мне все равно хотелось грешить. Вы понимаете? И я просто притуплял это желание грешить, изнемогая, уничтожая свое тело тренировками, постами, медитациями и так далее. Но, вы знаете, когда я пришел ко Христу, Христос подарил мне свободу в Иисусе Христе. Иисус сказал в Евангелии Таиана 8 главе, если вы познаете истину, истина сделает вас свободными. И, вы знаете, вот пришла настоящая свобода во Христе. И мне сегодня, как бы, не нужно бороться с грехом, который внутри меня живет. Сегодня грех стучится снаружи, а внутри меня живет Христос. Аминь или нет? И вот это, вы знаете, это вот очень важная вещь, которую должны понять христиане. Потому что мы тоже вот сейчас ездили в Грузию, там, по святым местам. И я вижу, как люди, они до сих пор как бы уничижают себя, страдают плотью. И верят, что это описание написано, страдающей плотью перестает грешить, мучают себя. Но на самом деле у Бога есть больше для нас. Бог хочет подарить нам свободу. Настоящую свободу в Иисусе Христе. Для того, чтобы внутри жил Божий Дух. И вы знаете, как карате не бывает без Духа, это просто гимнастика, так и христианства без Духа не бывает. Это просто пародия какая-то получается. И вы знаете, когда я по каосам, я своим друзьям всем сказал, они у них, ну, они сейчас двое пастрами остались, служат. И они пришли, у нас такая хорошая сообщество было. В городе нас уважали. Несколько школ карате они вели. И я тоже вел школу. И я пригласил христиан на свадьбу. И знаете, когда церковь начинается, самые странные люди приходят, да? Они настолько были странные. Но так было много Божьей любви, ничего не замечал это все. И как бы стол разделился на две части. На день рождения у меня были верующие и были мои старые друзья. И они пришли посмотреть, думали, может, какой-то клан новый там сильный появился там или еще что-то. И когда они посмотрели и говорят, они хотели с моей мамой меня в психбольницу вообще сдать. И у меня была работа. Я как бы очень хорошо зарабатывал. У меня, не буду коротко, но где-то две с половиной тысячи мне платили в месяц. И это были хорошие деньги. 120 рублей получал инженер на заводе. И я оставил свою работу. Я оставил все свои увлечения. Я закрыл свою школу карате. Я даже аквариум с рыбками ликвидировал. Я продал всю свою музыку. И когда мои друзья приходили и слышали, что я по сборникам псалмов баптистов пою там, знаете, и кто-то там попадает. Такой раньше аппаратуры не было, как сейчас такого красивого проставления. И зная мой вкус к музыке, что я там придирался, если там где-то там пластиночка чуть поцарапана. Они думали, что я просто умом тронулся. Но я пел эти псалмы, и Дух Божий так наполнял. Такая радость была, вы знаете. И они все время интересуются, с чего ты прешься так? С что тебе прешься? Смотри, с работы уволился, все. Но самое интересное, я как бы не знал, что делать. Устроился на работу. И там мне один человек оказался верующим, потом оказался неверующим. Он взял меня на работу. Но это Божий план все был. И я там делал блоки, пилил мрамор. И когда все мои друзья пришли, я армию отслужил. Я ни разу в наряд не сходил. И пришли, и они в армию ко мне приезжали, смотрели. И приходят, а я руками работаю. И у меня мозолитом в кровь, понимаете. И весь там в этой цементе. И им не надо было проповедовать. Вы знаете, многие люди думают, что надо сильно много говорить. Вот говорить не так много нужно. Нужно, вы знаете, чтобы действительно позволить Иисусу жить в наших сердцах. И когда Иисус живет в наших сердцах, сразу всем видно. Потому что если во тьме свет светит, его издалека видно. Его сразу видно. И они потихоньку тоже начали каяться. Не сразу, не сразу, но понемножку. И родители мои покались тоже, слава Богу. Все сейчас верят в Бога. Но что хочу сказать. Вот если мы прочитаем Левит, первая глава, да. Тут написано, что очень важный момент есть. Это самая первая жертва, которую Бог хотел научить человека приносить ему. Это жертва всесожжения. Вы, наверное, все хорошо знаете, да. И как она должна была приноситься? Она должна была приноситься полностью. Вот 9 стих, он подчеркивает, говорит, о внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водой, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу. Но я не буду все читать. Там написано, что и внутренности он должен помыть, и голову, и даже кожу снять, и все сжечь. Вот ничего не должно остаться. Все должно принести в жертву Богу. И вы знаете, над чего начинается победа в Боге? Тогда, когда мы полностью себя отдаем Богу. Вы знаете, почему я полностью себя отдал Богу? Вот полностью. Я от всего отказался. Все, что я любил, все, что меня манило, все, что меня тянуло, все, что для меня было системой ценности, я все отдал, вот ради Бога. И пошел. Вы понимаете? И поэтому многие люди, они не понимали меня, думали, что-то с головой, наверное, не в порядке. Я и работу хорошую оставил, и увлечение свое оставил, и карьеру оставил, и пошел за Богом. И где-то год я там работал, у меня жена беременная была, и на хлебе с водой сидели, и приезжали друзья, которые в одном лагере на красных спортивных машинах. Говорили, Андрей, надо лохов пасти, время такое. Куда ты в религию пошел? Не время сейчас. Потом покаешься, мы все каемся, короче. Ну, сейчас нельзя так фанатично. Но вы знаете, потом через какое-то время я им в тюрьму приносил посылочки, записочки, Библии. Потому что все, что кажется вначале хорошим, оно после может приносить плод совсем-совсем другой. Вы понимаете? И первое время, конечно, было тяжело. Я привык все время зарабатывать. Я привык на определенном уровне жить хорошо. И тут я прихожу, у меня жена беременная, и то я не могу нормальных продуктов купить. Вы понимаете? Конечно, это меня немножко давило. Но Бог давал какую-то благодать. Вы знаете, и мы вот верили. Я сказал жене, все, мы будем ходить теперь в христианскую церковь, будем ходить в собрание. Пришли, там ей повязали косыночку, все, завязали. Потуже, чтобы много не разговаривала. И она сидела, вообще молчала. И я смотрю как бы на ее лицо, думаю, ну пора, наверное, отпускать, чтобы не перестараться. Говорю, ладно, больше не ходи. Это самое. Потому что я смотрю на часы, когда все закончится. Я начал молиться за нее, молился, молился, молился. И у нее была гипофрития плода, были пилонефрит почек, такая болезнь. Не разрешали рожать. Я даже документы подписал, что несу ответственность, заставляли делать аборт. В 7 месяца вообще живота не было. Вот вообще его не было. И потом, когда уже 7-месячный срок был, я приехал ее в роддом проведать. Говорю, давай мы за тебя помолимся все-таки. Ну предложил. А он говорит, ну давай, все равно что, терять нечего. И мы поехали, помолили в церкви. Пастор помазал маслом, она приняла водное крещение. И за 2 месяца вырос ребенок, 3,800 родился. Второй на 4,5. А так как она работник роддома, и анализы там проверяли, хорошо старались. 8 или 9 раз у нее проверяли анализы. Не могли поверить, почему так быстро они изменились. То есть она 7 месяцев пролежала на сохранении, все время была больна. И тут раз в один день вообще идеальные анализы. И они не могут понять. Я говорю, ну напишите, исцелил Бог. Они говорят, мы так не можем. Исцелил Бог как бы. И вот они нас мучили, мучили. И потом уже когда третьего ребенка родили, они оставили нас в покое. Слава Богу. Поэтому он... Да, слава Богу. Слава Иисусу Христу. Да, Бог мне дал, вы знаете, больше. Бог мне... И Библия говорит, нет никого, кто бы оставил отца, мать, жену, детей, квартиру, машину. И не приобрел бы больше во Христе. Такого нет. Нет, это неправда все. Вы понимаете, потому что Бог по ругам не бывает. Что человек сеет, он обязательно это пожнет. И это нельзя было купить ни за какие деньги. И Бог нам дал уже внуки. У нас уже есть, слава Богу. Вы понимаете? Бог дает даже больше, о чем мы помышляем там и просим. Но вначале было очень трудно. Очень трудно было справиться со своими желаниями. Очень трудно было разобраться, что правильно, что неправильно. Потому что в церкви тоже не было такого учения, как сейчас, обширного. Было много ошибок, было много крайностей, было много разных разногласий. И, вы знаете, мне вот, допустим, очень сильно это помогло, то, что я лично узнал Бога. И я порвал все. Вы знаете, когда Александр Македонский, он приехал завоевывать Англию, он сжег корабли все. И когда утром проснулись его солдаты, он показал, видите, корабли горят. Все, нам некуда отступать. Англию никто никогда не завоевывал, а мы завоюем. Почему? Потому что мосты сожжены, корабли уничтожены. Только вперед. И, вы знаете, вот эта жертва всесожжения, это, если кто-то пишет, запишите, это первый шаг, чтобы иметь победу во Христе. Мы должны от всего избавиться. В Деяниях Апостолов написано, что многие из уверовавших пришли, открывали дела свои, да, и книжки, занимавшись чародейством. Раньше не было Фейсбуков, не было ВКонтакте, там, не было Инстаграм. Сейчас, наверное, если бы сейчас Апостол Павел проповедовал, наверное, айфоны бы сожгли там на 50 тысяч долларов, там, 50 миллионов долларов. А тогда на 50 тысяч гидрахм скинулись и сожгли вот эти книги, которые люди занимались волшебством. Ну, отнимали время. Было время чем-то убить. То, что забирает наше время. И если так разобраться, ну, что там забирало у меня? Забирало время. Я был посвящен совсем другим вещам. И Бог освободил. Для чего? Чтобы мы служили Богу теперь. И поэтому сегодня нужно убрать все, что мешает тебе нормально, конкретно, посвященно служить Богу. Тебе самому нужно это убрать. И тогда придет эта свобода. И часто, вы знаете, мы держимся за эти вещи. Мы боимся, думаем, ну, как же так? Как мы это бросим? И, вы знаете, вот это первый шаг, это жертва всесожжения. Если кто-то пишет, запишите. Потому что нужно все, полностью все отпустить. И бывает оно иногда, знаете, страшно. Вы серьезные такие. Вадим, притчи вы рассказываете, да? Это самое. Я, знаете, Иисус притчи рассказывает. Я в церкви очень много рассказываю притчи. Не знаю, сейчас много не буду, потому что время мало. Но я вам расскажу одну притчу. Надо было, знаете, раньше коммунисты принимали в партию и план выполняли. Надо было план. И это он их, там самый лучший слесар Петрович. И приглашает начальника этой коммунистической партии. Говорит, Петрович, что-то ты у нас в партию не вступаешь. Он говорит, да мне же некогда, я работаю в три смены, там за вами брак переделаю, там все остальное. Некогда мне в партию. Он говорит, да, мы хотели вот дочке твоей помочь в институт поступить. Ну ладно, иди, если не хочешь. Он, да, ну ладно, ну что нужно. А вот квартиру хотели же тебе на расширение отдать. А, ну ладно, да, хочу в партию, да, все, давайте. Он говорит, ну вот приедет комиссия с района. Мы тебе вопросы зададим, ты подготовься, и мы тебя примем в партию. Хорошо, хорошо. Ну приезжает эта комиссия, позвали этого Петровича. И этот председатель ячейки говорит, вызвал этого Петровича. Петрович, ну ты сильно хочешь в партию? Он говорит, очень сильно хочу. Так сильно хочу, прям вот вообще мечта моей жизни. Ну, и нужно баллы заработать перед комиссией. Говорит, Петрович, а ты вот готов ради партии товарища Сталина курить бросить? Ну, Петрович не ожидал такого расклада. Ну, комиссия, все, тут квартира на расширение, дочка в институте. Ну, готов. Ну, тот раз, ну, получается. Петрович, а ты готов ради партии товарища Сталина и пить бросить? Петрович, вообще, выучил же конспект другой совсем. Там по Карлом Марс капитал, все как положено. Он стоит, ну, что делать? Готов. Ну, тут вообще выходит в раж такой, говорит, Петрович, а ради вот партии товарища Сталина ты и налево, чтобы не ходить, готов? Петрович вообще, поник головой, говорит, готов. Ну, он говорит, слушай, Петрович, уже у него такое настроение хорошее, а ты вот ради партии товарища Сталина готов жизнь отдать? Да, конечно, готов, зачем она мне нужна такая жизнь? Понимаете, вот у многих, к сожалению, вот тоже такие желания все, когда мы приходим к Богу, только греховные. И когда мы приходим к Богу, и мы говорим, слушай, ну, вот мы теперь к Богу сложим. А, это теперь тебе курить нельзя, пить тебе нельзя, гулять тебе нельзя, воровать нельзя. Как вообще, что за жизнь у тебя такая? Вы понимаете, о чем я говорю, да? И вот, понимаете, вот вторая мысль, которую хочу вам донести, все наши, запишите, кто пишет, порассуждайте потом, все наши желания, они греховные. Почему? В Бытие во второй главе, когда Бог сотворил человека, написано, сделал его душою живою. То есть, Бог, когда сотворил человека, Он его сделал живою душой. Это нефеш, одной из характеристик нашей человеческой души. Это человек, который желает, он все время что-то хочет, все время желает, все время что-то хочет. То есть, если человек перестает что-то желать, врач говорит, ну, значит, он скоро помрет. Это плохо очень. То есть, мы все чего-то желаем. Аминь или нет? Мы должны чего-то желать. И у нас всегда желания такие разные, интересные. Я вот недавно был в одной церкви, спрашиваю там молодежного пастора, ты что хочешь? Он говорит, хочу Бугатти Верон. Я говорю, ух ты, классно. А ты хоть знаешь, сколько его содержать? Вот у меня товарищ купил яхту за несколько миллионов долларов. И говорит, есть два в жизни счастья. Я говорю, какие два? Первое, говорит, купить яхту, второе, продать яхту. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что содержать слишком дорого. Мы там что, приехали, покатались и уехали. А он его каждый год, весь год платит, содержит и так далее. И я говорю, а зачем тебе Бугатти? Ну, где ты хоть проедешь на ней? У нас там и дорог-то нет таких, чтобы у вас хоть дороги тут построили на Олимпиадах. Вы понимаете? И поэтому, что хочу сказать. Нам нужно разобраться со своими желаниями. И хочу вернуться назад. Вот я со своими желаниями боролся с помощью буддизма и аскетизма. Да? Но апостол Павел говорит, что вот как раз, когда пришел закон, и он взял все, не пожелай. Вы понимаете? Оттуда взял все, и мы все начали желать то, как раз, чего нельзя. И вот я занимался аскетизмом и сильно не хотел. Но когда я пришел ко Христу, этот дух вышел из меня, водокая, и тут как начались искушения. Я кажется, вы понимаете, я такой же человек, как и все. И я же сам себя испугался. Думаю, вот это да. Почему? Потому что, когда более сильный бес живет в тебе, он может подавлять. Вы знаете остальные? Вот у нас был случай, мы продали квартиру, и женщина тоже благовестная. Она говорит, у меня муж был раньше пьяница. Говорит, мы жили хорошо. Ну, там дрались, как все опять целовались, все нормально. А потом он занялся бизнесом. И он поехал, там кум какой-то взял, купил электротовары, купил и продали. Они в Ростове купили, на оптовом рынке, в Армагире продали. Открыли там магазин и говорит, лучше бы он пил бы. Почему? Потому что вошел у него другой бес. Дух серебролюбия. И он стяжает. Он днем и ночью там удавится за каждый рубль. Ну, вот он другой человек. Почему? И тот злой дух пришел сильнее. Он этого пьяного выгнал и там, вы понимаете, живет. Так вот и во мне было. Один бес ушел, понимаете, когда. А места пусто не бывает. Сразу начинают доброжелатели ходить, стучаться. И у нас постоянно, вы знаете, происходит война. Апостол Павел говорит, что каждый день он распинает свою плоть со страстями, пухотями. И христианство на самом деле, это непростой путь. Это сложный путь. И некоторые религии говорят, что Христос, он как бы пришел только в образе Бога. Но мы верим, в нашей конфессии, по крайней мере, что он пришел и в образе человека, и Бога. И он искушаем был во всем, кроме греха. Вы понимаете или нет? И он первый, кто победил грех в теле. Мы на прошлой неделе были как раз в Иерусалиме. Я был в Гефсимании, молился там. Я очень люблю это место. Что-то такое особенное я там переживаю. И я понимаю, что у Иисуса, вы понимаете, был тоже выбор, какие желания его одолевали. У него нормально вообще желание было не умирать? Вот скажи, вот если ты захочешь не умирать, это хорошее желание или плохое? Вы так задумывались, как вот это сложное. Это нормальное желание. Это нормальное желание. И все, что он просил у отца, говорит, папа, можно я не буду умирать? Вы понимаете? Ну, в Исаии 53 главе написано, но Богу угодно было поразить его. Так написано. То есть у Бога был план лучший. И если бы он не умер и не пострадал, он бы не воскрес, не победил бы смерть, и нас бы всех на небо не забрал. Но в тот момент ему было очень непросто. Вы понимаете? Очень непросто. И вы знаете, вот я когда переживал тоже этот путь, да, где-то год у меня такой был. Год я работал, как раб работал, да. И денег не было. Вот это унижение, оскорбление, усмешки. И вы знаете, ну я верил, что я иду на небо. Аминь или нет? И потом уже пришли благосления. Бог дал мне работу нормальную, благословил дела рук мои. Я там буквально через два года купил уже себе Мерседес. И приезжал к тому человеку, который ко мне на Тойоте спортивно приезжал в тюрьму. Посещал его там. Вы понимаете? Почему? Потому что дьявол, он тоже дает желания. Вы понимаете? Но эти желания приводят нас не туда. И поэтому мысль вторую, которую я хочу вам донести, чтобы вы записали, если вы записываете, все наши желания, они греховные. Почему? Потому что когда пришел грех к Адаму, все его желания, они стали греховными. Все. Наша плоть продана греху. И апостол Павел, если кто-то пишет, запишите Римлянам 7 глава. 24 стих. Он говорит, что смотрите, теперь как бы нестыковка такая происходит. Но он говорит, ибо не понимаю, что делаю. Можно с 15 стиха. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Вы представляете? И 24 стих. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вас интересует этот вопрос или нет? Вы хотите жить в победе в Иисусе Христе? Понимаете, даже апостол Павел говорит, я уже устал. Спасибо. 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 Продолжение следует...